Самую короткую ночь решили провести велосипедисты Ивановы уже в общем-то традиционным образом, устроив массовую велопокатушку. Местом сбора стала аллея в парке 1905 года. Ее мы проводим для того, чтобы привлечь внимание и общественности, и самих велосипедистов к соблюдению правил дорожного движения, к общению между собой, чтобы люди общались, уважали друг друга, всегда оказывали помощь на дороге и соблюдали правила дорожного движения. Сюда приехали на велосипедах практически всех моделей. Для молодых ребят такой вид передвижения и спорт, и отдых, и развлечения одновременно. Здоровый образ жизни очень нравится. Люди объединены одним общим интересом. Что-то необычное в городе. В том городе, где не особо развит велосипедный спорт. Мы вот занимаемся этим делом. Ну, обычный веловыезд, когда новички могут познакомиться, так сказать, с бывалыми, получить пару советов, ну, и, ну, соответственно, влиться в велотусовку. Но, как показывает практика, выходить из тусовки решаются не все. По одиночке велосипедисту в нашем городе передвигаться некомфортно. Часто неуверенно из-за машин, из-за того, что водители очень невежливо ведут себя по отношению к велосипедистам. Ну, и дорогу часто не уступают, создают аварийные ситуации. То есть, это довольно опасно ездить все-таки по дорогам. В областном ГИБДД отнеслись к организации велопроезда с пониманием, хотя и посетовали на то, что заявки на его проведение не было. Ну, любезно они согласились нас проинструктировать, сказали, что необходимо. Во-первых, мы сейчас проведем инструктаж по движению, объявим маршрут о том, как двигаться. Кроме этого, значит, в ГАИ нам порекомендовали сделать машину сопровождения для того, чтобы ехать сзади и отсекать возможные неприятности сзади. Маршрут был определен заранее. Сначала велотуристы двинулись за город, чтобы подождать, когда на центральных улицах снизится транспортный поток. В это время к ним присоединилось еще несколько десятков велосипедистов. И в итоге, на момент движения по центру города, колонна состояла из 76 человек. Из-за внушительного количества участников она двигалась медленно. Также были небольшие проблемы с организацией внутри колонны. Все это, по словам организаторов, связано с нехваткой опыта работы с большой группой людей. Никто не ожидал, что откликнется столько человек. Точкой финиша стал бульвар Кокуи. Велопробег составил 27 километров. Поездка сама очень понравилась. Больше понравилась поездка по лесу. А не понравилось то, что в городе помыли дороги, и из-за этого было грязно ехать. Ощущения хорошие. Все понравилось. Не ожидалось только людей увидеть на этом мероприятии. Собственно, думаю, в следующий раз. Возможно, даже в этом году мы повторим. И будет народу больше и интереснее. Уже традиционно эти ребята совмещают отдых с добрым делом. Во время остановки на перекур они пустили шляпу и собрали около 4 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на спортивный инвентарь в один из детских домов нашей области. Но, помогая другим, они так и не могут помочь себе. Несмотря на увеличение с каждым годом количества людей, приобретающих велосипеды, отношение к ним на дороге остается прежним. Передвигаться в светлое время суток во время активного транспортного движения велосипедисты в Иванове опасаются. Отсутствие велодорожек вынуждает их двигаться либо по тротуару, при этом нарушая правила дорожного движения, либо вовсе отказываться от езды в городе. Самая короткая ночь закончилась, но проблема осталась нерешенной. Хотя надежда на то, что ее увидят, у участников сегодняшней акции есть. Нина Сардейс, Олег Милехин, РТВ Иваново. Олег Милехин, РТВ Иваново.